Уважаемые телезрители канала Классика. У нас действительно с вами классический вариант путешествия по лучшим моментам чемпионатов мира. Эпохальным даже, если хотите. Особенно начиная с 1958 года. Почему? Потому что все-таки именно тот чемпионат в Швеции явил миру совершенно новый тактический рисунок игры и лишний раз нам ответил на всех волновавших вопрос. Что же такое техника? Так вот техника может быть еще и не все в футболе, но без нее мы себе футбол не представляем. И это все сполна подтвердили бразильцы, которые, как говорится, на одном дыхании промчались по полустанкам мирового первенства и вышли в финал. У них был достойный соперник. Команда Швеции была действительно не подарок. В ее рядах целый ряд футболистов, которые уже заявили о себе в мировом футболе. Но правда еще годом раньше двумя наша сборная их побеждала и даже с крупным счетом. Но шведы очень сильно выросли перед мировым первенством. И вот предстали на стадионе Рассунда. Финалистами из соперников у них были бразильцы с легендарным пилем. В чемпионате мира впервые приняла участие сборная Советского Союза. Она дошла до четвертьфинала, где и проиграла хозяевам турнира со счетом 0-2. Всему этому я был свидетелем и все это видел. Впервые в истории чемпионата мира и на играх и конкретно помощником работал наш арбитр Николай Латышев. Потом он проведет и финал чемпионата мира 62-го года в Чили, но здесь был его дебют. Многое было впервые и мир впервые познакомился с Вундеркиндом, за которым потом говорил весь мир и до сего времени легендарным пилем. Итак, матч и составы игравших тогда на команду. Стадион Рассунда был заполнен до отказа почти 52 тысячи зрителей. В общем, все, что мог вместить в стадион, все было занято. И вот в атаке шведы навесная подача в штрафную площадь и мяч отбит. Мы не избавимся от традиционного восприятия этого матча в репортажном плане, а потому и будем четко этому следовать. Итак, 4-2-4, новая схема, предложенная Винсента Фиолой бразильцами, нашла свое отражение и в этом матче, и, естественно, в жизнь притворена благодаря виртуозной технике парней из Южной Америки. Поначалу все-таки мячом владели больше футболисты Швеции. Ну вот, легендарный Горинча под правым флангом мчится и подходит к штрафной площади. Посмотрите, один сразу же его атакует, а другой на подхвате. Шведы внимательнейшим образом изучали команду Бразилии. Об этом, может быть, еще я скажу. Несколько слов о паломничестве в места обитания бразильцев говорили очень многие. И мы не избежали тоже этого искушения, всей командой однажды отправились в гости бразильцам. Благо, что они жили неподалеку от нас. И вообще это все было неподалеку от Гренобля, в маленьком местечке под названием Хиндос. Итак, Бразилия в воротах Джильмар, третий номер, второй номер Беллини, четвертый Джалма Сантос, шестой Диди, седьмой Загалло, десятый Пеле, одиннадцатый Горинча, двенадцатый Милтол Сантос, пятнадцатый Орландо, девятнадцатый Зито, двадцатый Вава, Висенте Фиола, главный тренер команды. У шведов в воротах Карл Свенссон, первый номер, второй Бергмарк, третий Аксбом, четвертый Литхольм, шестой Парлинг, седьмой Хамрин, восьмой Грен, девятый Симонсон, одиннадцатый Скоглин, четырнадцатый Густавсон, пятнадцатый Борьессон и Георг Райнор, главный тренер команды. И вот опасный момент, смотрите, и вроде бы как там было нарушение правил, игра рукой, но Морис Грик из Франции, главный арбитр этого матча, ему было доверено, это честь провести решающую встречу, не заметил. Борьессон отдает пас по правому флангу, защитник отбивает, ну и вот так проходят первые минуты. Отдать предпочтение бразильцам пока мы с вами, так сказать, не в состоянии, но тем не менее ощущается, что полный порядок в обороне, в полузащите, хотя и два всего-навсего хавбека, но очень активны всегда, и на протяжении этого чемпионата это мы знали и видели. И вот еще одна атака. Бразильцев удар с дальней дистанции, держит оборону хозяева поля и Свенсон выбирает мяч в руки. Ну, коль скоро эта история, и мы знаем победителя. Миру бразильцы явились в новом совершенно тактическом варианте, и тщательно изучаемым уже соперниками на протяжении этого чемпионата. И вот опасный момент, можно ударить поворотом, удар, опаздывает с броском Жильмар, и Литхольм, одна из ярчайших футбольных звезд Швеции, открывает счет на четвертой минуте этого матча. Литхольм, когда я перечитал составы, вы уже обратили внимание, и Скоблюнд, и Хамрин, и Грен, это игроки, о которых уже вся Европа говорила вслух. Ну, вот посмотрите, как спокойно отреагировали на гол бразильцы. Диди отдал мяч на центр, разыгрывается мяч в центре, Вова отдает Диди, Диди сразу же на правый фланг, Горинча с мячом, это его коронный номер. Значит, чем заключался коронный номер Горинча? Финк незамысловатый, а-ля Стэнли Мэтьюс, корпусом влево, потом проброс мяча вправо мимо защитника, мощный рывок, мощный стартовый рывок, он мог от угла площади ворот до линии ворот, вот как раз здесь характерно, это все видно по расстоянию. Уже выиграть у защитника, даже если он находился чуть-чуть впереди, все равно метр-полтора, и далее, если он не видел, что можно кому-то отдать мяч, навесить или прострелить, он тут же наносил мощный удар правой ногой в ближний. Так было и с нами в матче Бразилия-ССР, потому что мы были в одной группе, шведы в группе С, они там и стали победителями, набрав 5 очков, а бразильцы в группе Д, они тоже с 5 очками возглавили турнирную таблицу, а мы вышли в четвертьфинал в плей-офф благодаря победе над командой Англии в дополнительном матче. Ну, так вот, мы проиграли бразильцам тогда 0-2, и Вова оба мяча забил. И вот тогда Борис Кузнецов, левый защитник, испытал все прелести финтов Горинчи на себе. И он тогда говорил о том, что вот не знаешь даже, когда надо выбрать момент для атаки, чтобы мяч отобрать. Ну, воодушевленные, что это понятное дело, пошли еще раз в атаку, побеспокоить вратаря Джельмара. Ну вот подхватывает мяч Загало, нынешний консультант сборной Бразилии, главный тренер Порейра. Ну, а, в общем, так сказать, священная, так сказать, корова, это Марио Загало. Он уже в возрасте и солидном, но, тем не менее, с его мнением очень считаются игроки и наставники, и вообще весь бразильский футбольный мир. Так вот, Марио Загало играл слева, Горинча справа, в центре Вова. Ну, и главные их, так сказать, подносчики снарядов были полузащитники, прежде всего, Диди. Мы в исполнении Диди увидели знаменитый удар «Сухой лист». Такое название он получил, «Резанный удар». Бил он, как правило, внешней стороной стопы, обводя стенку с любой, между прочим, стороны. Чаще всего любил обводить с внешней стороны. Иногда даже забегал с тем, чтобы посмотреть, как стоит стенка и можно ли его коронным ударом ее обыграть. Но вот мы видим с вами как раз здесь, в атаке 11-го номера Горинчу, в штрафной площади. Заработали бразильцы право на угловой, навесная подача, удар схода не получается. Диди с мячом, пробрасывает мяч в штрафную площадь, не успевает его партнер нанести удар по воротам. Мяч отбит на угловой. Бразильцы спешат, седьмой номер за галу, навешивает штрафную площадь, подхватывает снова Диди мяч. Играет точно тут же в одно касание направо. Там был Горинчин, до него мяч не долетел. Вот он, смотрите, воп-финт, тот, о котором я говорил, прострельная передача. И тут, как тут Вова, знали все, что вот так действует Вова у бразильцев на острие атаки. И тем не менее, закрыть его не смогли. А с моей точки зрения, Карл Свенсен и еще тогда, я помню, очень хорошо говорил о том, что он обязан был сыграть на перехвате. Но по каким-то причинам он этого не сделал. И счет стал 1-1. Это была уже девятая минута, вот посмотрите, этой встречи финальной. Итак, 1-1. Вроде бы все, правда, было просто. Очень просто все было. И финт Горинчи, и прострельная передача, что мы видим уже и сегодня, и вчера видели, и позавчера, и увидим еще. И завтра, и послезавтра, и в обозримом будущем. Дай нам Бог всем здоровья. Но, тем не менее, в исполнении Горинчи его, вот этот коронный финт, был неподражаем. И потом все попадались еще на то, что, в общем, как-то у него и антропометрические данные не отвечали стандартному представлению. Кривоватые ноги, как-то так все в одну сторону, прихрамывает. А когда получал мяч и начиналось движение, то об этом все забывали. И вот удар с дальней дистанции. Бросок Свенсона бесполезен. Правда, и мяч попадает в штангу. 1-1 по-прежнему. Я многое могу, вы знаете, вспомнить и воспоминаниями этими закрыть все. Ну, собственно, полтора часа нашей вот этой трансляции исторической. Почти 50 лет назад это все произошло. Я был на чемпионате мира. Я был в запасе, выходил, так сказать, на игры вместе с Львом Ивановичем Яшиным. Вот, который здесь тоже оставил очень хорошее впечатление. Но вы знаете о том, что тогда замен не было. Мы выходили, все, кто заявлен был на игру, внесен в протокол матча. А уж потом, как только раздавался съесток судьи, мы уже, собственно, никому были не нужны. Ни мы, ни запасные наших соперников не было замен. И если что-то случилось бы с вратарем, вместо него должен был встать полевой игрок. Потом это, в общем-то, драконовское правило было отменено. И, в общем, потихонечку стали менять одного, потом больше. И вот сейчас уже дошли до трех игроков на замену. И так, опять в атаке бразильцы. Мяч уходит за пределы поля. Ничья 1-1 пока. Матч проходил, еще раз напомню, на главном стадионе Стаггольма под названием Русунда. Вот как раз здесь и проиграла наша сборная команде Швеции со счетом 0-2. Это была наша команда, уставшая до предела, потому что тренеры не рискнули заменить состав, ввести новые свежие силы, что они делали до этого. И, по сути дела, мы играли через день после изнурительнейшего матча дополнительно против команды Англии. А потом еще добирались с приключениями до Стокгольма, из Гетеборга на самолете, когда можно было доехать на поезде за 3,5 часа. А так летели целый день. Но я буду об этом рассказывал. А так просто буду возвращаться к таким деталям, вольно или невольно. Потому что от того первого репортажа о матче сборных Англии и СССР, дополнительном, все-таки прошло довольно-таки много времени. И в нашей истории и путешествии по чемпионатам мира, мы, собственно говоря, сейчас уже постепенно ставим точку. Мы подошли к финальным матчам мировых первенств. И вот еще атака бразильцев. Удар поворотом мимо. Срезается мяч с внешней стороны топы. Можно было бы отдать, скажем, набегавшему Вова, и тот был в более выгодной позиции. Но и подкупающей была ситуация у Ударинча. Он пробил поворотом левой, не сильнейшей своей ногой, и в ворота не попал. Нарушение правил. Обратили внимание, что, в общем-то, игра под Джентменский проходит свистков совершенно мало. Морис Грик, я повторяю, судил эту встречу арбитр из Франции. И, кстати, он работал на дополнительной встрече СССР-Англия. Я вам напоминаю об этом, который закончился. Победа из сборной СССР со счетом 1-0. Напоминаю. И гол забил Анатолий Ильин. В атаке, словно сговорившись, что раз вы атакуете, один раз тоже мы отвечаем. Играют шведы, но теряют мяч у штрафной площади. И бразильцы проходят середину поля. Вова делал обманное движение. Удал мяч в центре. Четыре нападающих. Два ховбека. Четыре защитника. Самое главное было в построении, которое предложил миру футбольному Винсенте Фиола. Это четыре защитника. Два из которых укреплялись. Вот, смотрите, опять Горинча своим коронным финтом простреливает вдоль ворот. На этот раз уже защитники разобрались, что к чему. И мяч перехватили. И Густавсон отправил его на угловой. Итак, два центральных контролировали зону защиты. Откуда, по мнению тренера команды Бразилии, и была, в общем-то, вся угроза воротам его команды. Вот в этой ситуации уже два крайних защитника позволяли себе постоянно подключаться к атакам, усиливая линию полузащиты. И из двух ховбеков номинально сразу становилось, скажем, или три, или четыре, если оба шли вперед. Но, все-таки, мы обратили внимание на то, что они это делали по очереди, смотря каким флангом шла атака бразильцев. Диди нам продемонстрировал не только удар, который получил название «сухой лист», выполняя штрафные удары, но и удивительно ударом хлестким с совершенно незаметного замаха внешней стороной стопы. И как раз вот так он и начал игру против нас, произведя начальный удар. И удар сразу же хлестанул по мячу внешней стороной правой ноги и выдал пас Горинчи, и тот двинулся на Бориса Кузнецова и загнал его до самой площади ворота. Потом ахнул, что есть силы, по воротам некому было отдать. Настолько стремительным был его прорыв, что мяч, к счастью, попал в штангу и отлетел едва ли не к центру поля. Вот такая, значит, еще одна попытка рассказать о том, что представляли собой эти парни, которые так удивили мир. Я отнюдь не излишне славословлю бразильцев, которые выиграли впервые на поле соперника чемпионат мира. Ведь до этого времени, если мне память не изменяет, чемпионами становились команды в общем тех континентов, где и проходил чемпионат. В Южной Америке, южноамериканцы, в Европе, европейцы. Вот бразильцы эту традицию нарушили, они стали чемпионами мира, как в Европе победив хозяев этого турнира. И, кстати, впервые чемпионат мира проходил в 12 городах. Некоторые стадионы вмещали мало зрителей, но они запомнили всегда были до отказа. До отказа где-то там было 12-10 тысяч всего-то на всего. Ну, а здесь 52 тысячи на финале. На матче против команды Советского Союза, которую шведы выиграли, обыграли со счетом 2-0, присутствовало где-то порядка, наверное, 45, может быть, чуть больше тысяч. Итак, Свенсон с мячом. Прибрали к рукам игру, чувствуются уже бразильцы. И Свенсон выбивает мяч в поле. И, кстати, еще раз о шведах. Два крайних нападающих, Хамрин справа и Скоблунд, потом играли в Италии, так же, как Грэнд, так же, как и Литхольм. А еще мы вспомним Нордаля и знаменитая, в общем-то, связка из трех игроков. Гренули, Грэнд, Нордаль, Литхольм. Литхольм творила тоже чудеса. В общем-то, я вам скажу такую вещь, что вот шведы этим чемпионатом мира и своими исполнителями заложили очень серьезные потом уже такие традиции. И шведы во многих турнирах и клубных, и между сборными командами всегда уже потом считались, если не фаворитами, то в высшей степени с серьезными соперниками. А сколько шведов после этого еще играло в лучших клубах Европы? Вот что такое один мировой чемпионат и команда, которая так здорово себе заявила. Сборная Швеции. И так 1-1 по-прежнему в финале. Джентльманская игра. Совершенно мало нарушений правил. Арбитра почти не слышно. Жельмар. Его считали одним из сильнейших вратарей мирового футбола. Но вот с моей точки зрения, может быть, я излишне критичен. Я не находил как раз действия Жельмара и там же на чемпионате мира нечто такое, что вот его можно было поставить в один ряд с выдающимися галкиперами того времени и, так сказать, обозримого будущего, если обращать внимание на ту эпоху. Значительно сильнее, намного был и наш Яшин, и Дон Дрек в Северной Ирландии, да и другие вратари, которые выступали в этом чемпионате. И тот же француз Реметтер. Кстати, Жюс Фонтен стал рекордсменом одного чемпионата мира по забитым мячам. 13 штук он наколотил, и это было как раз в Швеции. Французы тогда заняли третье место. В атаке шведы Это Грэн как раз с мячом. Вот он получает мяч, пытается обострить игру. Может быть, надо сначала подумать было и ударить поворотом, но не получилось. И Диди с мячом. Снова Грэн отдает пас, получает от партнера. Оставляет мяч парлингу, тот вперед. Вот вы помните, два, казалось бы, всего полузащитника в центре поля. А вот когда мы посмотрим, то там все время больше бразильцев. Это за счет движения, за счет тактики, отработанной, конечно же, на тренировках, на геретических занятиях, которые проводил сам лично Винсенте Фиона. Ну, тогда многое, было окутано чем-то таким, уже напоминавшим легенды, когда лезь заходил о сборной Бразилии. И о докторе Гостинге, психиатре специальном, который работал с командой, и о парикмахерах, которые обслуживали команду и тщательнейшим образом следили за ногами футболистов. Все это, наверное, действительно так. Но за всем, за этим, естественно, организация большого-большого дела. Главное из которых, это игра самих футболистов. Подбор игроков, потому что и среди запасных тоже были виртуозы еще те. И так по-прежнему 1-1. Ошибка. Очень, очень заметно было, что вот так будет отдан пас, поэтому Диди перехватил, быстро отдал его поперек поля. Далее Горинча, падение. Все по правилам. Судья не останавливает встречу, потому что с мячом бразильцы на правом фланге затевают свою очередную атаку. И удар вперед. Кому? Ну, в общем-то, Вова не успел выйти вперед, чтобы овладеть мячом. И в атаку переходят уже хозяева чемпионата. Борисон играет поперек поля. Он же открывается по правому флангу. А тактики бразильцев удачили очень многие. И, между прочим, мы против бразильцев, как сейчас помню, эти теоретические занятия, проводимые Городничем Качалином и Михаилом Осиповичем Якушиным, уже пытались перейти на подобную систему, чтобы против бразильцев, естественно, выступить и сразиться с ними с их же оружием. Тогда, впервые, после травмы, появился Наполе Игосандж Нетто. Но он еще не был в той форме, в которой мы привыкли его видеть в игре. Но, тем не менее, капитан команды старался изо всех сил, но бразильцы оказались сильнее и обыграли нас со счетом 2-0. в групповом турнире. Ну вот, видите, промахивается Жельмар, играя кулаком. Но повезло, мяч недалеко от него отлетел. Правда, было и нарушение правил, атаковали футболисты из Швеции его в момент, когда он пытался отбить мяч кулаком и горит, из Швеции. 25 минут сыграли команды, пока ничья 1-1. И вот, между прочим, тогда на чемпионате мира в Швеции у турнира появилась огромная телевизионная аудитория. Но нет еще титров. Вот так показывают нам с вами время и пока что на данный момент результат этой встречи, равно как и других. А пока что Вова финтит. Между прочим, я с Вова на прогулке неподалеку от Хиндеса бродил с фотоаппаратом, попросил его разрешение сфотографировать, а нас сфотографировал один из корреспондентов газеты Автонбладет, и эта фотография облетела, так сказать, уже весь мир потом. Это не хвастовство, так получилось просто-напросто. Я рассказываю о том времени. Ну, в общем-то, подпись была такой приятной во всех отношениях. Соперники изучают друг друга. И даже фотографируют. А пока с мячом Грэн, диагональный паш в трофную площадь, как видите, прекрасно выполненный. Надо бы вступить этому игроку, было как раз в борьбу за верховой мяч, но и в этой ситуации он, овладев мячом, отдает передачу налево, сколкнут, навешивает, и мяч летит в ворота защитника, отбивает, а Жильмар не сумел мяч перехватить. И как ни в чем бывает, они перехватывают мяч футболисты Бразилии. Я внимательно смотрю, что они тут сейчас затевают. Устремляется вперед, загала, мяч теряет, мяч отлетает на половину поля бразильцев. Шведы в общем-то хорошо пока сдерживают натиск бразильцев. И вот мы только что с вами видели этот знаменитый пас Диди резаным ударом внешней стороной, удар по воротам, и Свенсон мяч отбивает. Удар был в самый нижний угол. Конечно, не нашей школы бросок на живот, но тем не менее мяч отбит, закало, вот такой он был тогда, Марио Загало выполняет угловой удар с левой стороны. 1-1. Слабенький ударчик был, мяч отбит. Сантос, защитник левый, он подключился и участвует в атакующей этой акции и из-за боковой будут бросать бразильцев. 1-1. Ну, сейчас так не бросает вот таким приемом, даже смешным по нынешним меркам, как это делал Загало, все швыряют мяч из-за боковой, как угловой подают. Но на такие вещи полезно посмотреть и вспомнить и многое из того, что было тогда, ведь мы сегодня видим, правда, может быть, в более быстром исполнении, может быть, даже еще и виртуозней, но тем не менее, о том времени вспоминают о команде одной, если не самой даже техничной в истории мировых первенств. Правда, я бы сюда отнес и сборную Венгрии, которая четырьмя годами раньше считалась фаворитом и должна была победить на мировом первенстве Швейцарии, но совершенно неожиданно, ведя 2-0, проиграла команде Германии 2-3 и проиграла той команде, которая на пути к финалу, так легли турнирные карты, что они встретились в новом решающем матче, они обыграли с крупным счетом и даже очень, и тем не менее, в финале уступили. Немцы победили за счет Кореи даже характера и тактики, но один из них ран, например, правый крайний и выступал и на этом мировом первенстве. И вот как раз, как говорится, два чемпионата это две судьбы футбольные с точки зрения тактики и, собственно говоря, пути развития футбола или путей развития футбола. После мирового первенства в Швейцарии считалось, что будущее за футболом мощных игроков, атлетичных и такой же игры, но вскоре в футболисты Бразилии все это представление сломали. И я, как сейчас помню, Николай Николаевич Ряшенцев, будучи членом исполкома УЕФА, был на этом чемпионате в Швейцарии, а потом совершал турне по командам мастеров, побывал в Днепропетровске и рассказывал нам о том, какое впечатление на него произвела сборная Германии и совершенно в общем-то не произвела команда Венгрии этих больших технарей в лице Пушкаша, Кочеша, Цибора, Киды Кути, Божика, представляете, не произвела, а вот мощные немцы оставили очень сильное впечатление. Может быть, он находился под впечатлением победы, скорее всего, но во всяком случае он призывал, чтобы команда формировалась именно из таких футболистов, но через 4 года победила все-таки футбольная техника и футбольный по-настоящему интеллект и должен был победить он еще и в Швейцарии и доказать это должна была команда Венгрии но, увы, победители стали законодателями МОД на 4 года а вот в 58 года и по сей день все-таки властвует та тактика, которая изменила рисунок игры 4-2-4 потом пошли видоизменения 4-3-3 и 4-4-2 и так далее и так далее и до сегодняшнего дня а пока что 1-1 и вновь идет вперед сборная Бразилия но Горинчи видите как боится атаковать его защитник и что из этого получается опять тот же незаметный вроде бы финт и имел гандикап защитник и тем не менее не смущаясь этим Горинчи применяет свой коронный финт уходит простреливает Свенсон не играет на перехвате а Вова забивает свой второй мяч на 32-й минуте и выводит сборную Бразилии вперед 2-1 как все просто правда ну вот все это техника Горинчи в полной мере раскроет еще ярче свой талон потом в 62-м году в Чили и собственно Бразилия станет чемпионом без пеле который получит травму и будет наблюдать за ходом чемпионата уже со скамейки запасных и вот опаснейший момент в исполнении шведской команды и Жильмар и защитники с трудом отбили эту атаку 2-1 позу сборной Бразилии Загалла с мячом он очень часто отходил назад в линию полузащиты Вова оставался в атаке Горинчи с правой стороны так и отходя назад Загалла увеличивал число хавбеков их становилось сразу 3 опасная игра нечаянно нечаянно не заметив ударил своего соперника хамрин хамрин был хорошим нападающим он очень быстр техничен играл справа и долгие годы выступал в Италии королевский двор был также на этом матче естественно сейчас нам все это показали на трибуне ну и знаменитый доктор он же массажист выскочил на поле это тот самый который собирал все мячи в коллекцию которыми игрались финалы с участием бразильцев мяч у Николая Латышева в 62 году которого предупредили все как только дашь листок хватай мяч и прячь его сразу же однако Латышев взял его в руки немножко расслабился а подкравшийся массажист вырвал у него мяч из рук и убежал потом Латышеву вручили другой мяч не тот которым играли но с автографами бразильцев навесная подача свенцем молодец выходит из ворот забирает мяч в руки и 2-1 по прежнему по сборной бразильи я говорил о том что мы жили рядом в районе маленького поселка Хиндос там были все условия для подготовки хороший уютный стадиончик отличное футбольное поле красоты вокруг озеро замечательное и многие наши футболисты и бразильские приходили на озеро рыбку так сказать половить провести время немножко расслабиться отключиться от серьезного турнира ну а у бразильцев была особенность одна вот вся их гостиница они там были одноэтажные была в коридорах в комнате отдыха где стоял телевизор была забита просто-напросто там и сям разбросанными мячами вот они все время возились с мячом куда не ткнешься везде мяч вольно или невольно с ним повозишься вот такая любопытная деталь с мячом бразильцы мяч у горинчи вот так сыграл Джалма Сантос правый защитник ну а здесь ошибка как говорится на ровном месте и по нынешним так сказать футбольным понятием хамрин нарушение правил одно из совсем немногих в этой встрече вот пожалуйста как ведут тебя хамрин и загало извиняюсь и публика соответствующим образом реагирует вежливость никогда ничего не стоило нетрудно заметить что бразильцы очень много играют низом почти нет навесных передач обратили внимание а вот у шведов они как раз имели место диди переводит мяч на правый фланг там пеле пеле был номинально вторым нападающим но он тоже играл в оттяжке и выдвигался вова вперед но это ничего не означает что пеле играл исключительно в полу защиты это были тактические уловки предложенные Винсента Фиолой своим подопечным на игру в этом матче конкретном и вот навесная передача диди отбрасывает мяч в падении назад тут же низом сразу передача на левый фланг Нилтон Сантос отдает загала загала в штрафную площадь опасный момент мяч отлетает в руки Свенсона Карл Свенсон основной вратарь Торрес Свенсон 12 номер это еще один голкипер и третий Ингемер Харрсон Хамрин с мячом в заявке у бразильцев два вратаря и вот Хамрин прорывается делает попытку подать в штрафную Нилтон Сантос спокойненько играет в подкате и отбивает мяч за линию вратарь между прочим перед чемпионатом мира вышел такой очень любопытный фотомонтаж пятерки лучших игроков Европы в нападении молодец Свенсон вышел из ворот так вот Хамрин из Конглун были по флангам а среди инсайдов начался наш спартаковский игрок игрок сборной Сергей Сергеевич Сальников в составе был также и Грэн которого мы здесь видели и Литхоль между прочим в нападении Джон Чарльз в команду Элсо в общем хороший моментик вы видели как Марио Загало не стал атаковать защитника шведской сборной дал ему возможность себя проявить тот отдал мяч назад вратарю тогда можно было отдавая мяч назад вратарю вратарю его брать в руки сегодня правила изменились Пеле бросил мяч из-за боковой свисток арбитра что-то не так но в общем-то оказывается должен был бросать все-таки швед и Борис он ввел мяч в игру снова бразильцы владеют мячом пас направо Горинчи обратили внимание как широко они играют причем постоянно широко разводя оборону хозяев блистательный пас Грена левой внешней стороной не хуже а если даже и не лучше чем это делал Диди между прочим в конкретном моменте я это подчеркиваю Джалма Сантос с мячом правый защитник Горинчи отыграл мяч опять Джалме тот вперед и атака Пеле с мячом внимание вот то чем я говорил видели вот от угла штрафной площади пять с половиной метров до линии ворот Горинчи пробрасывает себе мяч очень ловко это делает вот обратите на его бедра обратите на его ноги не случайно показали крупным планом и он уже выигрывает на старте только полтора метра это достаточно для того чтобы или ударить поворотом или сделать передачу Грен с мячом если Диди играет главную роль в составе сборной Бразилии в этом матче в плане диспетчерских качеств то у шведов это Грен мяч за воротами оказался в воздухе поэтому удар от ворот Морис Грик дал свисток главный арбитр этой встречи подходит к концу первый тайм 2-1 по-прежнему впереди сборная Бразилии игра финальная но она без какого-то правда надрыва люди состязаются в искусстве вот так разыгрывали тогда мяч воротарь и защитник Жильмар выбивает мяч в поле ну пиле между прочим стал самым молодым игроком чемпионатов вот тогда я не могу вам сказать ему было 17 лет и столько-то дней но потом его рекорд был побит в 82-ом году в 82-ом году тогда был такой из Северной Иран Ирландии парень Уайтсайд вот он на несколько так сказать дней был моложе чем Пиле и тоже принимал участие в чемпионате мира но самый молодой чемпион мира в истории чемпионатов это все-таки Пиле вот даже таким незамысловатым в общем-то известным всем прием как удар пяткой публика аплодировала посмотрите это Пиле в своем коронном плане потом мы это уже будем воспринимать как нечто само собой разумеющееся но тогда это все производило неизгладимое впечатление но он уже вот таким приемом впервые в первом тайме по-настоящему проявил свои способности и возможности Диди Вова видите как внешней стороной опять пас это предложение сыграть стенку но у парня который отдавал мяч своему партнеру не получился обратный пас нарушения нет Вова с мячом финт не проходит Пеле все-таки отдает пас Вова но и защитник на чеку и вот мяч отбит центру поля Грен его подхватывает чуть что сразу Грен Грен знает что делать и тоже внешней стороной как здорово пас отдан и удар поворотом вот тут Жельмар молодец и вот многие зарубежные вратари тогда именно вот так вводили мяч бросая его рукой а не так как это делал Лев Иван Яшин от плеча пас назад вратарю можно брать руками и это также бросает но броском сбоку и не очень ловко не так как это сделал шельмар немножко коряло но как бы то ни было это тоже прием который принимает сегодня на вооружение многими футболистами нашего времени и только так вратари сейчас и вводят мяч нон-стоп можно так назвать наш репортаж потому что сразу же начало второго тайна с центра поля во второй половине начали футболисты Швеции гранвилл мяч в игру характерный в общем-то пример вы обратили внимание что стояли три человека в центре поля для розыгрыша этого начального удара а вот у бразильцев только два стояли как правило Диди и Вова все вот это есть уже хотя бы схематически 4-2-4 я понимаете рассказывал об этом сам окунаюсь в ту атмосферу и словно пребываю в том времени Свенсон выбивает мяч в поле многие потом команды слепо пытались копировать тактику игры бразильцев но ведь еще надо было обязательно учесть исполнительское мастерство вот Горинча и такими приемами тоже частенько обострял игру Свенсон дотянулся отбил мяч на угловой причем иногда он делал это удивительно просто с очень короткого расстояния от боковой линии площади ворот успевал подсечь мяч на противоположный фланг и там уже завязывалась борьба головой со стороны конечно же бразильцев ну и защитники находились в затруднительном положении потому что многие таких вещей даже не ожидали вот опять Горинча оп и снова выиграл прострельная передача Пелет вступает в борьбу Свенсон бросается в ноги это Вова в своем ключе все в порядке все в порядке кстати у меня до сего времени сохранилась фотография шведской газеты Автон Бладет где я снимаю Вова неподалеку как раз от нашей гостиницы у озера хорошие времена кстати погода все дни чемпионата стояла Швеции словно по заказу хорошо в отборе сыграли футболисты Швеции а вот тут-то переборщил игрок и мяч потерял Вова Горинча как легко и с желанием он всегда отходит назад для получения мяча а потом получив его тут же начинает движение прямо в лоб на игрока вот что хочешь то и делай финт Вова не прошел Горинча отдает назад Джалма Сантос навешивает к штрафной площади видите это он подключился уже к атаке от места правого защитника пас налево прострельная передача мяч перехватывает и вовремя защитник но отбивает мяч недалеко оказывается мяч пересек линию ворот угловой с левой стороны будут подавать футболисты Бразилии Зито Хавбек отдал мяч Марио Загалу навесная подача Свенцем с трудом снимает мяч с головы Диди и потом следует удар поворотом под углом но я думаю что Свенцем уже готов был отразить этот удар правда удар был мимо и так 2-1 первый тайм выиграли бразильцы и вторая половина встречи ну вы видите вот до центральной линии выбил мяч в поле и вратарь сборной Швеции сегодня благодаря таким мячам другого уже так сказать формата лютуна мячи летают аж до других ворот правда в наше время были вратари которые очень здорово выбивали мяч с рук до самой штрафной чужой площади Хамрин выбивает мяч с угла поля подает его в штрафную но выясняется что в бразильце вверху благодаря рослому Беллини капитану команды очень хорошо в своей штрафной действии удар по воротам мяч по-моему задел ногу шведского игрока или нет удар от ворот удар от ворот пять минут сыграли команды во второй половине шведская команда была очень хорошо укомплектована она и дошла до финала я говорил о том что она так же как и команда Швеции стала победителем своей группы потом в четвертьфинале обыграла сборную Советского Союза это Скоглин здорово так пробрался и отдавал мяч на левый фланг но у него не получилось и защитники и защитники были на чеку а далее после четвертьфинала уже сейчас напомню вам после четвертьфинала в полуфинале шведы обыграли команду ФРГ уже ставшая чемпионом мира в этом конкретном турнире 3-1 Скоглунг и Хамрин и Грэн звезды шведской сборной как раз и отличились в той встрече а бразильцы победили в полуфинале французов 5-2 и 3 гола забил тогда Пеле один Диди отличился и Фонтен в составе сборной Франции а я помните говорил что он с 13 мячами является по-прежнему рекордсменом мира одного чемпионата среди бомбардиров 13 забитых мячей в атаке сборная Бразилии борьба за мяч все неплохо было и длинный пас на правый фланг слишком сильный за боковой ведут бразильцы мяч и вот финал Швеция против Бразилии 2-1 бразильцы пока что впереди значит я только вам напомню что четверть в финале Бразилии одержала победу над сборной Уэллса 1-0 Пеле забил единственный вот этот мяч который принес успех команде Бразилии ну вот такой путь Бразилия проделала до финала но опять-таки если мне памяти нет у нее была и ничья в групповом турнире против команды Англии 0-0 значит выходит что англичане все-таки нашли противоядие против техники и тактики бразильцев ну о том что случилось с нашей командой ее проблемах я уже вам рассказывал не хотелось бы честно говоря к этому возвращаться немножко грустно вам скажу становится от того и от тех воспоминаний вот поэтому мы сосредоточили внимание только на этом решающем матче чемпионата мира 58-го года в Швеции матч на стадионе Росунда присутствует практически 52 тысяч зрителей официально намещал 51 1800 болельщиков но там были поклонники футбола в проходах между трибунами так что как говорится в тесноте да не в обиде зато на финале таком Бразилия Швеция с мячом бразильцы опять они с мячом Нильтон Сантос навешивает мяч штрафную пиле вот его знаменитый финт и тот самый знаменитый гол который потом повторяли много-много раз и по сей день когда идут какие-то воспоминания об этом великом игроке и его технике и вот он забивает третий гол 3-1 в пользу Бразилии потрясающий совершенно момент и вот посмотрите на это юное создание так Пеле 55-я минута правильно 10-я минута 2-го тайма 3-1 в пользу команды Бразилии это уже аплодисменты боковому арбитру оказывается умеет Зито с мячом диагональный пас налево слишком сильно мяч за пределами ну я в течение рассказа первым таймом воспоминаниях говорил о том что было впервые на этом мировом первенстве но все таки самое главное это то что предложил Винсенте Фиолой его подопечный мировому футболу тактика игры 3-2-5 уже на этом чемпионате мира так сказать приказала практически долго и когда я обратил ваше внимание на начальный удар так вели мяч в игру футболиста Швеции начал второй тайм это как раз схема W 3-2-5 вот в ее собственно классическом варианте хотя я так думаю что главный тренер команды Георг Райнор предложил своим соперникам нечто такое что должно было помешать им иметь преимущество в центре поля но увы так это не получилось потому что мы видим и по первому тайму и по второму как раз все что затевается в пользу бразильцев в этой игре начинается как раз от игроков которые составляли линию полузащиты и их там не два а благодаря вот этой мобильности и подвижности крайних защитников и отхода назад крайних нападающих того же или даже Горинчи может быть не так часто как это делал Сагало там все время скапливалось гораздо больше игроков команды Бразилии плюс техника и вот оттуда все начиналось Горинчи подает мяч в штрафную площадь немножечко небрежная номер этот не проходит но и у шведов не получается начало атаки может быть сейчас нет ошибка Джалма Сантос технично отдает мяч Зито в центр на в центр нападения и там защитники молодцы очень быстро разобрались с этой ситуацией но потом потеряли мяч Диди с мячом хотел между ног пробросить мяч у него не получилось значит летел к Пеле Пеле сыграл не лучшим образом и с мячом шведы на своей половине поля пас низом по левому флангу видите даже в момент приемы бывают когда бразильцы атакуют в единоборстве соперника скогнут с мячом финтит он как раз таков и тут он немножечко тоже излишне понадеялся на свою технику дриблинга и мяч у него выбили за боковую ввел он мяч в игру но и опять-таки шведы введут мяч потому что отлетел он ноги бразильского футболиста 3-1 пользу бразильцев четвертый номер бросает из-за боковой Литхольм еще одна звезда шведской команды тогда вот так приветствовали зрители техничные подобные приемы когда защитники отдавали мяч вратарю ну и сейчас они могут встретить такими же аплодисментами подобного рода вещи но уже вратарь не имеет права мяч взять в руки надо отбить его ногой головой но только не ловить будет наказание моментально таковы правила между прочим когда я называю цифру вот цифру относящуюся к зрителям их на трибуне по официальным данным 51 1800 а я говорю 52 ну хорошо будем ссылаться на эти данные то это самая лучшая посещаемость была а вот худшее 9500 болельщиков у меня такая запись сохранилась Шотландия и Югославия матч тогда завершился мячу 1-1 в атаке снова бразильцы попытка продолжить путь в мячах в направлении Пелле не удается Баба не сумел это сделать потому что помешал защитник но зато угловой и опять Марио Загалов будет выполнять этот удар вместо левого края Свенсон хорошо сыграл кулаком защитник мяч отбил Диди подхватил играет на замахе направо на Горинчу Горинча бац свой прием коронный прострельная передача Пелеть видимо смущенный броском Свенсона голкипера не успел подставить ногу прострел был очень сильный мяч прилетел быстро ну и Вова здесь тоже не поспевал в общем повезло хозяев поля 3-1 в пользу команды Бразилии ну что же бразильцы сегодня тоже считаются фаворитами мирового первенства технарей там хоть отбавляй как говорится один Рональди ничего стоит и как мы помним бразильцы прибыли в Европу очень рано примерно за 17 дней до начала мирового чемпионата и обосновались в Швейцарии и начали с медицинского обследования ну эта информация словно перекликается с тем о чем я говорил какое значение придавали организации всего так сказать хозяйственного цикла обитания команды тогда в 58 году в Швеции о парикмахерах о психологе и так далее о мячах разбросанных по всему отелю удар по воротам слабенький и Свенсон без труда мяч забирает в руки между прочим вот тот случай о котором я сказал что куда не посмотришь во всех уголках на полу разбросаны были мячи по отелю где проживали бразильцы некоторые тренеры я слышал рекомендовали этот вариант и нашим игрокам в том числе применить да и не только тренерам сам игрокам но и тренерам ну а пока что вот вы идите когу ушел туда поискать счастье на правом фланге навесная подача и Беллини капитан команды отбивает мяч головой вот как раз характерный пример Беллини вверху играл безукоризненно и зная не понаслышке из кругов приближенных к бразильской команде вот считали что Беллини вообще идеальный капитан в истории бразильской сборки потом потом еще будут яркие ярчайшие звезды в составе той или иной команды того или иного чемпионата мира чего стоил один 70-й год потрясающе совершенно когда просто властвовал над умами и властвовал над соперниками и даже над своими же игроками Пеле чемпионат мира 70-го в Мексике можно многое вспомнить провести параллели мысли ассоциативно вспоминая 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 но все-таки вот благодаря тому что мы впервые приняли участие наконец-то в мировом первенстве удалось многое увидеть собственными глазами были другие времена были другие нравы во многом они помешали нашей сборной а я считаю что по составу если бы не было того печального случая с дискватификацией троих игроков судебным делом в отношении Эдуарда Стрельцова нелепой и не ко времени травмой полученной Игорем на этом матче против сборной Англии в Москве на стадионе в Лужниках когда мы потеряли четверых игроков сразу основного состава надо было уже так сказать менять по сути дела команду вот по силе наша сборная должна была играть вместо шведов так же как и в 62 в Чили и в 66 году мы дошли до полуфинала и это лишний раз подтверждает что на этом временном отрезке я абсолютно прав утверждаю что у нас как раз было поколение игроков блистательных которые способны были быть четверки и в финале мировых чемпионатов я не преувеличиваю я очень хорошо помню как играли соперники как играли мы и какими возможностями обладали наши игроки того времени ну образец я сказал уже немало равно как и отметил шведов среди которых были игроки действительно тоже мирового уровня назову еще раз пожалуйста и тот же Хабрин тот же Скогн тот же Литхольм Грен может быть Литхольм Грен в первую очередь и вот еще один момент и это прорыв Пеле с большим трудом ликвидировали его футболисты Швеции в своих вольт 3-1 Марио Загарло Удар издали Загало вступает в борьбу легко выигрывает и тут же проталкивает мяч под вратарем и забивает тоже свой гол Марио Загало 4-1 здесь конечно напортачили защитники чего уж там говорить но все-таки молодец это не это 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 нападающий пошел так в отбор мяча против защитников которые всегда славились и славятся тем что если они начинают единоборства то там как говорится береги только ноги а это нападающий пошел в отбор так как будто он всю жизнь играет в обороне знает что это такое отобрал мяч и тут же мимо с Венсона послал его в сетку ворот 4-1 в атаке шведы начав с центра поля скоблунд будет удар поворотом горинча видите где опа ну как такое не понравится а это коронные штучки джал месантоса это во всех играх которые мы наблюдали тогда с участием сборной бразилии вот это его коронный номер мяч подбрасывает и через соперника отдает его своему игроку игроку это нарушение правил вы знаете у меня такое впечатление что можно было количество свистков арбитра григос сосчитать на пальцах всего-навсего двух рук в течении всего этого матча не правда а что было бы в сегодняшних условиях подобного матча из-за боковой бразильцы ведут мяч в игру это пеле подходит к мячу ну 4-1 это уже более чем серьезная заявка естественно на победу если абстрагироваться от того что мы все знаем вот еще будут забитые мячи это специальный удар в ногу с тем чтобы ввести опять мяч в игру из-за боковой потому что некому было отдать ну а игрок российской команды бросил мяч на голову шведскому футболисту почему не могу объяснить пеле вступает в борьбу отбирает мяч можно играть показывает григ пас налево на замахе с загала отбирает мяч и тут же вдоль ворот но удачно подставляет ногу защитник бермарк и мяч снова будет подан с углового опять-таки за галом в общем-то не замысловато в этом плане играют бразильцы простой такой навес прямой штрафную площадь не то что сейчас резанные удары или по уходящей траектории от ворот или чаще наоборот в сторону ворота там уже защитники приходят и ведут борьбу за мяч это знакомая всем сегодняшняя картина любого матча а вот тогда защитники такие вещи себе не позволяли здесь ли только их жизнь так сказать не заставляла минимальное преимущество в счете соперника надо отквитать гол отыграться и вот тогда тут уже вабанк и защитники приходили в штрафной площадь а вот крайние позволяли себе как Джалма Сантос или Нилтон вы помните это его подача и знаменитый трюк пеле и вот так пожалуйста Нилтон Сантос демонстрирует технику это уже игра немного на публику так же как и в этом приеме снова передача на левый сланд небрежность от того что уже появилась некая легкость и в мыслях у бразильцев 4-1 чего там куда напрягаться Джалма Сантос как вам перевод по диагонали на противоположный фланг пеле вроде бы особо и не заметен не правда ли диди с мячом видите как незаметно так стопой одним движением внешней стороной отдал пас партнеру горинча оп и готов и только лишь что благодаря тому что на подхвате был еще один игрок этот финт горинчи в этом моменте не прошел а так один в один ему обыграть словно игрока и нет на поле Джалма Сантос резаным ударом по траектории уходящий от ворот подает штрафную площадь ему пасует игрок шведской команды горинчи отдает мяч назад Джалме а тот опять своим коронным ударом в центр по диагонали а Пиле немудрствую лукаво таким знаете деревенским приемом пыром поворотом но мимо мяч оказывается задел игрока по мнению Мориса Григо главного арбитра и угловой справа вот вам горинча того времени светлой памяти навесная подача дитя улицы дитя фортуны дитя его величества футбола великий игрок горинча грен с мячом ошибся диди да на этот раз фокус его не прошел не точно сыграл в принципе и шведский футболист попал в соперника и вот теперь за боковой бразильце бросает конечно шведы обескуражены происходящим 4-1 Джалма Санта неошибенно вводит мяч в игру в направлении горинчи ну и тот не сумел мяч обработать потому что ему помешал соперник удар от ворот Свенсон ведет мяч в игру вариантов отыграться конечно мало у шведов опять-таки на секунду забывая о том как закончился этот матч погружаясь полностью в то что мы наблюдаем сейчас представляя как будто это вот происходит именно в настоящее время 15 минут остается до конца встречи 4-1 а правильно сказать надо до окончания основного времени а вдруг представляете 4-4 и дополнительное время а вот видите оказывается Свенсон умеет бросать мяч и нам продемонстрировал и от плеча как тогда было больше принято в нашем футболе сейчас бросают это из-за головы из-за плеча звуку ну могу сказать что вас покорный слуга единственный в отечественном футболе того времени вводил мяч в игру именно так как это делают все сегодня правда с небольшой разницей просто как в назидание и рекомендуем я обязательно блефовал замахивался якобы брошу в одну сторону вправо бросал влево или по центру даже произносил имя игрока которому якобы бросаю а сам бросал совершенно другому футболисту и все проходило это опыт попробуйте вова бьет попадает соперника мяч отлетает грену гранд центре передача по центру опасный момент нет вот какой подкат замечательный продемонстрировал нам защитник и белине кстати капитан команды и выговорил своих своим что мол дескать играть-то надо там поаккуратнее в центре поля и не терять мяч скокнун подает нетрудно заметить что вверху бразицы все в своей штрафной выиграли Диди пасует партнеров далее Горинча и свисток арбитра Горинча хочет пенальти а что судья показывает нет судья показывает что мяч надо установить вот где было нарушение правил даже там вот видите выем когда вот где как раз и было нарушение правил и вот отсюда штрафной удар до линии штрафной площади потому что линия запомните входит в размеры штрафной площади на линии это пенальти Диди вот может быть мы увидим его знаменитый удар сухой лист и Горинча рядом ну видите Горинча даже отошел а Диди отодвинул мяч на метр от той выемки и так внимание вот мы как раз увидели один из немногих случаев когда Диди Горинча пробежал а Диди над стенкой внутренней стороной подрезал мяч но не попал в ворота это то что нам всем хорошо известно из современной футбольной жизни Беллини отдает мяч назад Жильмару а Жильмар швыряет он не не пасует по-настоящему своему товарищу по команде Джалме Сантос а так откуда-то сбоку пульнул мяч абы как ну долетел до своего а ты уж там сам разбирайся полевой игрок как тебе его обработать остановить и что дальше делать с ним а бросать так надо любовно как на блюдечке с голубой каемочкой должен мяч прийти к твоему партнеру скогнут точный пас чужому пеле не спеша играет с Диди получает обратный пас опять Диди Диди вступает борьбу но проигрывает пеле неправ плохо отдал грен литхольм пас по центру удар поворота гол и вроде бы офсайда нет и гол засчитан симонсон забивает второй мяч мимо вышедшего из ворот жильмара все по правилам и так 4-2 счет становится примерно за 10 минут до кончания основного времени матча вот он автор второго забитого мяча ворота бразильца да за 10 минут вот смотрите 80-я минута основного времени ну вот выстроились втроем и бразильцы словно забыв о том что они играют 4-2-4 но тогда еще трудно может быть было и отделаться от привычек штрафной удар уронили на газон пеле мальчишка страдает но терпит штрафной удар у мяча диди видите как тщательно устанавливает мяч на 9 метров как и тогда так и сейчас все те же тяжбы между арбитром и теми кто стоит в стенке вот так все в порядке и так диди вот он бьет той самой правой ногой внешней стороной вы видели движение повтора нет тогда их не было вот но движение ногой было характерное в сторону от мяча и он по касательной закручивает его не сбоку а начиная как бы против мяча движения еще напротив вот по центру и начинает движение дальше стопой закручивая мяч и получается вот такое вращательное движение напоминающее падение сухого листа с дерева может быть в этом сказанном восторг кто-то уловил и дескать чему тут так сказать удивляться но если современных позиций то да но это было тогда не забывайте и он был единственным кто применял этот удар постоянно а не периодически Грен это делал тоже но при пасе вне игры пиле Свенсон вводит мяч в игру Грен с мячом Скоглунд в общем-то действовал правильно и видел игрока своего который был в острой позиции но не виноват в том что защитник хорошо сыграл пиле хватил мяч Диди отдает направо Горинче Горинче с мячом засмотрелся на игрока которому он должен отдать мяч и забыл что рядом соперник а тот нарушил правила штрафной ребята в составе сборной Швеции мощные как скажем третий номер Аксбор хорошо сыграл Литхоль на подстраховке отлично отработал защитник Джалма Сантос Вова и перевод мяча на левый фланг перехват прекрасный и техника замечательная в исполнении Бергмарка это между прочим классный защитник сборной Швеции и мяч за боковой противоположный трибун стадион квадратный повторяет контуры футбольного поля естественно со свободными зонами за линией разметки не поняли друг друга бразильцы и такое бывало пас по центру опасный момент можно забивать нет успевает защитник по правилам оттереть от мяча прорвавшегося игрока сборной Швеции а вот Жельмар молодец вы видели как здорово сыграл броском в ноги тогда играли именно так вратари ошибка и потом узким узким фронтом атаковали сейчас хозяева чемпионата Зито Горинча снова Горинча на замахе вроде бы пас назад а сам себе под правую и хотел прорваться вперед Аксбул сыграл под Катей отлично Джалма Сантос бросает из-за боковой не сумел обработать мяч Вова плохо ему отдал 4-2 Нилтон Сантос там неплохо сыграл вынужден был срочно вернуться назад вот он овладел мячом в данной ситуации конкретной ошибается гран-мяч перехватил но и шведы молодцы в отборе тоже а вот здесь бы пасом вперед игрок мог выскочить один на один с джельмаром совершенно не смутил этот второй мяч бразильцев бросок из-за боковой смотрите как далеко бросает Джалма Сантос тогда все на это обратили внимание появились уже после этого мастера ввода мяча в игру из-за боковой Диди немного остается до окончания основного времени пас штрафную площадь Вова против Парлинга борьба за мяч с мячом шведы свисток обитра что судья зафиксировал ух ты боковой то оказывается действительно умело работает что-то там с ногой Диди тогда между прочим добавленного времени не было все в порядке между прочим массажист когда только что-то случалось с бразильским игроком и судья останавливал встречу с ютком вылетал как настоящий спринтер на поле Диди за гала успел мяч в поле на замахе зарабатывает угловой 2 минуты загала подает угловой навес прямо в руки свинцами нарушение нарушение правил рукой оттолкнул Диди соперника мяч 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 там даже была выбрана я помню такая красивая девушка названа мисс Нью Улевья ее все время показывали она участвовала в церемонии открытия чемпионата как раз в Гетеборде Смечом жильмар. В атаке сборная Бразилии. Последние минуты. Навесная подача. Вова на грудь принял и упал. А сыграл-то ведь, между прочим, классно. Это Горинча со своими финтами. Джалма Сантос подошел к штрафной площади. Диди. Передача. Пиле. Устремляется к Пиле и Загалу. Борьба за мяч. Мячом к Загалу. Но на Загалу это не похоже. Такой технарь. Так видит поле. И с такого угла бьет поворотом напрочь закрытых Свенсоном. Пас пяткой. Замечательно. Загалу навешивает. Пиле прыгает и бьет в дальний угол. И забивает. Последняя минута. 5-2. Смешной, конечно, момент. Набегались все. Чего уж там говорить. Концовка чемпионата. Устали. Но радость победы, конечно, все это, как говорится, смекширует. Тут финальный свисток. Судьи Морриса Гига из Франции фиксируют победу сборной Бразилии, которая впервые стала чемпионом мира. И ей был вручен кубок Жюля Реме. Потом они еще станут трехкратными чемпионами мира. Этот кубок будет им вручен навечно. И потом он исчезнет с лица земли.